Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует в рейс-клуберном центре Генералов и Генерей Генералов. Сегодня мы открываем выставку посвященную замечательному празднику Хановой. Хановой, это чудо. Сегодня чуть-чуть вперед, мы вышли, потому все в тени. Ах, ребята, блядь. Мы здесь не занимаемся. Сейчас, Хановой, это чудо. Дву слова, как вам скажут, аккуратор проекта и работник центра Артёша. Да, Ханука. Я вам, по-какому, всех поздравляю с праздником Ханука. У нас сегодня седьмой день. Седьмая свеча. Хотелось бы сказать, что Ханука – это праздник чудес. Не просто конкретного, определенного чуда. Чудес происходило огромное количество понимаемых. И во всех смыслах происходили эти чудеса. В истории Хануки была победа космонавтов против огромной армии, что само по себе является неким стратегическим чудом. Чудом, неким реальством. Чудо, что минора горела 8 дней вместо одного дня. Чудо сверхъестественное, непонятно. Рациональными образами невозможно объяснить. И чудо, что люди, которые освободили храм в момент Хануки, сами решили поставить в первый день, зная, что им ничего не хватает, используя лишь слепую веру, зажечь хану... зажечь хану... зажечь хану... зажечь хану... Вот такой вот чудесный день. И поэтому наша выставка называется «Чудеса Хануки». Поскольку чудес мало не бывает, и они бывают безумно разнообразными. Спасибо. В себе представлены у нас четыре художника. Все, как обычно, в жизни происходит спонтанно, исключательно. Я думаю, им все благодарны. Представлены... В первую очередь представлены у нас уже известные художники, не только Алисида, но и министра Радюшов Александра Попанова. Работа не учитывается в первую очередь. Прекрасный парень, веселый, молодой, красивый. И специально мы не вешали названия на работу. Названия есть. Специально даем вам возможность, чтобы каждый придумал для себя то название, которое вы там видите. Потому что мало называют абстракции, то есть мало названий только космосом. То есть человек, что он через себя, то есть проносит и выражает это все на бумаге, на постах. Сердочной участник наш, Кавкеды Малаховский. Уже известный художник, уже не рады провести с ним выставить здесь за рубежом, он же в этой футуре выстраивает его 10. Его работа на первом этаже, вы сможете видеть. Тоже связано с именовикой, сложные абстракции, различные коллажирования он использует. Единственное усилие, радуется жизнью. Вот он стоит, понимаете. Пожалуйста. Есть у нас еще один педагогический художник, Ерслав Малышевский. Тоже не раз он не собрался. Он молодой и перспективный. Те работы, которые он делал, уже продаются на улицах. И я танцую очень рад, что мы открывали такие имена. Он еще учится в школе, но, поверьте, у него большой будущий. На первом этаже уже везет, который работает, а не он, он все есть, и подробно сделает его динамикацию. Плюс вы можете это все увидеть на нашем сайте, и почитать. Еще есть киноблогия, и, к сожалению, сейчас нету с нами. Им сам кипно-велица. Его работы, его основные, на первом этаже сжутко сдерживается еврейская тематика. Быть. В котором все красивые подписанные лица. Радость, любовь, счастье. Ну, и, опять же, гонокальное величие. Все объединяет на чудеса. Чудеса, что наши тяжелые времена, скажем так, немножко. Несмотря ни на что. Мы все равно верим в любовь, в чудеса, в счастье, в счастье наших детей, в здоровье и так. Хочу сказать, что выставка эта, наконец, проходит под, скажем так, патернатом мецената, коллекционера Михаила Кновина. Попрошу его. Кстати, этот человек очень известный, не только в детстве, не только в Украине, а и в жону. Открыл эту звезду. Попрошу Александра Паманова. Попрошу. Вдохновитель. Как это было. Ему тоже. Я рада, да? И любви, и помогают, и делать эти выставки, и ты улыбаешься. Это самое главное. Это супер. Поэтому, друзья, наслаждайтесь, пожалуйста, наш скромный стол. Отличные кончики, недорогие, уже. Жуткая. После этого, на первом этаже, мы, имей счастье, услышим известного киевского певица. И насладится не только смотря на теоретки, но и еще и насладится услышанных в виде. Выставка открыта. С камерой, друзья! Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Ярослав Рашевский. Я уже не первый год выставляюсь в Бейтгранте на праздник Хануки. Мне нравится. Здесь такая, как бы, домашняя атмосфера. Как-то уютно, приятно. Хорошо все оформлено, ну, как бы, для выставки. На работах моих представлено разное. Там, это Одессика, разные работы, посвященные еврейской тематике, синагоге. Вот, например, на моих работах в этот раз представлено синагога в Кракове. Два отчиска. Одессика, это, там, виды слободки. Ну, и национальное еврейское, точнее, одесское блюдо. Основная нить ваших работ, которая пересекает, может быть, через все, может, через некоторые, может быть, которые представлены и только сегодня. Ну, в основном, я изображаю Одессу, я очень люблю Одессу, я здесь родился, вырос, вот, и разображаю разное. Там, архитектуру, там, дворики внутренние, там, атмосферные, и всякое разное. Может, какие-то пожелания Бейтгранду? Ну, оставаться такими же домашними, уютными, и проводить побольше выставок. Ставьтесь, пожалуйста. Константин Малаховский. Константин, расскажите основную идею ваших картин. Ну, идеи много, так же, как и картин, ну, хотя, с другой стороны, картины тоже много, ну, у каждой картины своя история, каждая несет какую-то определенную информацию, стиль, ее определили как креатив. И, в принципе, вполне согласен с этой мыслью, потому что вещи несут в себе какое-то поле, какую-то энергетику. На всяком случае, для меня. По мнению многих людей, оно таки есть, и есть какая-то информация несущая. А с другой стороны, картина, это история, то есть, начало какого-то абстрактного, какой-то ассоциации, какой-то абстрактной ассоциации и зафиксированного действия. И в процессе работы меняется, изменяется, движется, то есть, это как письмо или как поэма, или как какое-то произведение литературное. То есть, это можно назвать с разных точек, с разных, рассматривать с разных областей. Это уже дело зрителя-ценителя, опять же. Ваше творчество представлено на разных материалах. Вот здесь у нас дерево, здесь фанера, здесь стекло. Может быть, какой-то материал у вас любимый? Все материалы любимые, и предполагаю развивать еще металл. То есть, меня очень интересует металл, связанный со стеклом. Вот такая концепция, стиль, такой стекло, металл, керамика, даже вот так вот, скажем. То есть, и дерево, опять же, все металлы, смотря в каком взаимодействии, они все могут сочетаться, надо знать просто в каком, в каком, какая должна быть концепция самой работы, и в принципе, все работы, все материалы можно как-то сочетать каким-то образом. Возможно, в следующем году мы уже увидим ваши работы, концепции металлокерамики. Я надеюсь, что к этому моменту может быть у меня что-то будет новое. И пожелаете что-нибудь Бейтгранду? Желаю удачи, развития, праздник Ханука сам собой в соответствии, располагает к тому, чтобы пожелать добра, счастья и света. Это, наверное, все, что нужно было бы сказать именно на сегодняшний день. Соответствовало бы сегодняшнему дню. Спасибо.